Докладчик Александр Перевозов. Миграция хищных птиц через Западный Кавказ в осенний период. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Позвольте представить мой доклад. Миграция хищных птиц через Западный Кавказ в осенний период. Я не специалист по хищным птицам. Я работаю в Кавказском заповеднике 17 лет. И за этот период, находясь на полевых работах, параллельно с учетами животных и птиц, собирал информацию по хищным птицам, мигрирующим через заповедник. И в последние годы, последние примерно лет 5-7, этот мой интерес возрос, и поэтому информация, которая будет представлена в докладе, она несколько может быть искажена из-за смены моего интереса. Вот район исследований. Это центральная часть Западного Кавказа. В основном территория Кавказского заповедника и прилегающая территория. Период исследований, который представлен в докладе, это 2006-2022 год. И здесь вот собрана информация по количеству полевых дней и по количеству пройденных километров. То есть я не находился на одной точке во время наблюдений, а перемещался по маршруту. Обычно это маршрут в течение недели, около 100 километров. И он проходил и как по лесной части, и как по открытым местам обитаниям. И, ну как я говорил, данные собирались попутно. Всего за 17 лет исследований в осенний период было отмечено 27 видов хищных птиц и 15 780 особей. Значит, в этой таблице представлены все хищные птицы, включая и оседлах, и кочующих, и миглирующих в основном. Желтым цветом я выделил орлов, представителей рода Аквила. И, как вы видите, доля их участия в миграции, она, ну, крайне маленькая. Я потом остановлюсь подробнее на каждом виде, но увидите, что вот из 15 тысяч, например, самый многочисленный вид мигрирующий, это, ну, там написано «степной орел». Ну, на самом деле, когда я уточню информацию, мы увидим, что наиболее многочисленный вид – это малый подорлик. Вот, ну, перейдем к следующему слайду. Это приблизительная схема миграции хищных птиц через заповедник. Каждая стрелка, она показывает конкретное наблюдение направленного пролета большого количества хищных птиц. И мы видим, что общее направление – это, ну, юг, юго-восток, иногда юго-запад. Вот, интересно, что пролет проходит, видимо, пролет проходит на высоте примерно 2-3 тысячи метров. И если вы находитесь на высоте тысячи метров, вы пролет практически не видите. И я много времени, ну, я живу в Майкопе, это 200 метров над уровнем моря, предгоре Западного Кавказа. И в осенний период пролета там практически не видно. И также не видно пролета хищных птиц в Сочи, это побережье Черного моря. Но при этом, вот, следующий доклад будет о миграции хищных птиц через Батуми. Там пролетают, ну, около миллиона хищных птиц, и их наблюдают с побережья. То есть, можно сделать вывод, что хищные птицы летят на большой высоте, пересекают главнокавказский хребет. И не спускаются сразу вот в месте его пересечения, в районе Сочи, в России. А пролетают еще восточнее, и только там они опускаются на высоту, откуда их можно наблюдать. Вот, ну, перейдем к конкретным уже видам. Самый многочисленный мигрирующий вид – это конюк. Петр Рональдович Тильба, тоже орнитолог Кавказского заповедника. В 78-м году приезжал в Алма-Ату и докладывал тоже о миграции именно вот этого вида конюка. Вот, но неоднократно наблюдались стаи больше сотни особей, 200, 300, 400. И максимальное скопление было встречено в 2009 году, в начале октября, когда в один день. Мы наблюдали сразу около 5000 мигрирующих конюков, но эта оценка, конечно, приблизительная. Очень сложно посчитать такое огромное количество птиц. Долина вся была заполнена вот конюками и немногими другими хищными птицами. Вот это максимальное вообще количество видов хищных птиц, отмеченных за все время наблюдений в заповеднике. Вот так вот выглядит стая конюков, мигрирующая через заповедник. Вот второй по численности вид мигрирующий через заповедник – это черный коршун. Мы неоднократно наблюдали скопление черных коршунов в предгорьях заповедника, где они кормятся и пережидают непогоду. И как только складываются условия для пересечения, они мигрируют. И по вот этим птицам мы видим, что погода в горах имеет большое значение для миграции. И если на равнине солнечная погода, а в горах облачность, они ждут. И как только облачность проходит, они быстро пересекают хребет. И если облачность держится довольно долго, хищные птицы накапливаются в предгорьях. И вот предыдущий слайд, где я говорил о скоплении конюка, там примерно неделю была плохая погода перед этим. И потом наступило окно с хорошей погодой, и вот эти конюки образовали огромное скопление и перелетели через заповедник, через Западный Кавказ. Вот это миграция Уршуна через горы на высоте около 3000 метров. Хотел немножко отступить от темы. У меня тема осенняя миграция, потому что большая часть материала это по осенней миграции. Но весной немного наблюдений, в горах трудно находиться, но есть отдельное интересное наблюдение. Вот этот слайд показывает миграцию Черного Кавказа через заповедник. Он был помечен в Чуваше передатчиком. И весной, вернее осенью, он пролетел по долине Малой Лабы, пересек Батуми и зимовал в Израиле. И потом возвращался через соседнюю долину реки Заповедника, через долину реки Белая. И прилетел точно через Майкоп, где я живу, и где я каждую весну наблюдаю, примерно в начале апреля, миграцию именно коршунов. И, скорее всего, этот коршун тоже пролетал в одной из этих стаи. Просто мне было интересно это отметить. Одна из многочисленных пролетных птиц – это осаед. Они летят в отличие от многих других чечных птиц. У них пролет сжат, и они открывают миграцию. В начале августа появляются, и к концу августа их миграция заканчивается. Основной пролет примерно с середины до конца августа. И вот в этом году удалось увидеть за… Я добавил специально только для этого вида данные этого года, потому что было уникальное скопление на миграции. Вернее, не скопление, а такой пролет в течение примерно одного часа и там 15 минут мы наблюдали почти тысячу осаедов, пролетевших через природный парк Большой Тхач и через заповедник. Это самая большая волна, отмеченная за все время наблюдений. Волна пролета осаедов. Вот так вот выглядят скопления осаедов. Перепелятники, они постоянно в небольшом количестве присутствуют. По одной-двое птицы в скоплениях хищных птиц. Вот всего за все время отмечено более 100 особей. Вот мы постоянно приглядываемся к перепелятникам в надежде увидеть тювиков, но тювики через заповедник, по всей видимости, не эмигрируют. Вот. Интересные два интересных случая со степным орлом. Этот вид крайне редко отмечается на миграции в заповеднике. Единичные случаи. Но вот в предгорьях один бюдвотчер сфотографировал скопления, как он сказал, около тысячи, но по крайней мере сотня степных орлов. К сожалению, когда я через какое-то время приехал на это место, уже они улетели. Вот. Но... В общем... Хорошо. Они мигрируют в основном восточнее, но через заповедник тоже отдельно у себя прилетают. И интересный случай был, хочу его упомянуть, один орел степной напал на овчарку в городе Майкоп, прямо посреди города, в центре, повредил ее и оставался на месте. Люди его поймали и содержали в клетке в течение трех дней, кормили. Он был очень голодный. И затем мы его выпустили. То есть, мы видим по этому случаю, что степные орлы мигрируют. И, видимо, те особи, которые мигрируют через эту часть Кавказа, они не находят там достаточное количество корма и даже нападают на домашнюю собаку в центре города. Малоподорлик. Всего около 100 особей. Я сейчас, наверное, немножко ускорюсь, потому что у меня мало времени. Пролистаю и просто назову численность. Вот Болотный Лунь, 78 особей эмигрируют через заповедник за все время наблюдений. Бородач. Я просто их включил, чтобы мы видели соотношение с другими хищными птицами. Бородач – оседлая птица. Белоголовый СИП. Мы неоднократно наблюдали, как он увлекается в миграцию. И, несмотря на то, что это считается более-менее оседлая птица, мы знаем, что помеченные трекером СИПы некоторые эмигрируют. У них настоящая эмиграция. И вот они увлекаются хищными птицами. Видимо, молодые особи и улетают на зимовке. Пустельга – 40 особей. Чеглок – 32 особи. Но пролет он совсем незаметный. Луговой Лунь – тоже он крайне компактно. Пролетает в конце августа. И очень мало наблюдений. Но в 2018 году мы видели мощную эмиграцию. Ну, как мощно. Несколько, полтора десятка особей. Степной Лунь – 20 особей. Беркут – оседлый вид. Сапсан – оседлый. Черный гриф – оседлый. Орел-карлик за все время на осенней эмиграции отмечено 13 особей. Но это, кстати, один из немногих видов, который на весенней эмиграции очень заметен. И даже на весенней эмиграции больше встреч. Тетельвятник. Изредка мы наблюдали эмиграцию в горах. Тоже на высоте 3000 метров. Хотя в целом популяция оседлая, но отдельные особи эмигрируют через Кавказский заповедник. И был один случай, когда мы наблюдали охоту тетельвятника на летучих мышей во время эмиграции как самих мышей, так и тетельвятник. Полевое Лунь у нас в основном зимует. В период эмиграции отмечено 10 особей. Стервятник. За все время в период осенней эмиграции отмечено 8 особей. И самая последняя встреча это 29 августа. То есть в сентябре этот вид уже полностью исчезает с Западного Кавказа. Орлан-Белохвост тоже зимует в заповеднике. В течение осени отмечено всего 6 особей. Курганник тоже крайне редкий пролетный вид. Но в отдельном случае есть зимовки в заповеднике. Большой Подорлик один из самых редких видов пролетных всего за весь период работы. За 17 лет всего две отмечены особи эмигрирующие. Но орлы сложны в определении. Часто они летят на большой высоте. Их сложно определить. Поэтому нужно делать поправку на то, что какая-то часть особей не попадает в учет. Могильник в заповеднике визуально ни разу не отмечался. Но благодаря исследованиям Михаила Карепова мы знаем благодаря телеметрии, что по крайней мере дважды могильники пересекали заповедник. И он в списке видов только благодаря этим исследованиям. В списке видов заповедника. змеяд на осеннем, в осенний период известно всего две встречи. Скопа тоже визуально наблюдалась дважды в заповеднике. И одна встреча известна для заповедника благодаря исследованию Мирослава Бабушкина, благодаря помеченным птицам GPS-передатчикам. Мы видим, что она прилетает через центр заповедника, не придерживаясь речных долин. И наблюдения, которые мы видели, тоже говорят о том, что скопа пролетает транзитно через горы на высоте 2-3 тысячи метров и не задерживается, не придерживается каких-то долин. Единственная встреча степной пустельги в сентябре 2013 года была отмечена. И одна пустельга была отмечена весной. Она влетела в окно в частный дом в Майкопе. Всего 2 встречи степной пустельги в нашем регионе. Спасибо за внимание. Я хочу поблагодарить НПЦ «Кавказ» и НАБУ «Кавказ» за возможность выступить на этой конференции. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok